Спонсором этого ролика является канал Шпилим по-взрослому. Обзоры, компьютерные челленджи, интервью с разработчиками игр, гарантированное отличное настроение и многое другое. Автор этого канала принимал участие в создании ролика ветераны World of Warcraft, поэтому с юмором у парня проблем точно нет. Так что подписывайтесь прямо сейчас. Там играют. С удовольствием. Не изменяй своему парикмахеру. Два. Погнали! Да! Погнали! Да! Погнали! Да! Погнали! Да! Погнали! Чёрт, девчуля, какой зачётный зад! Где дела? Давай у тебя мать! Давай общаться! Привет, девчуля! Давай общаться! Привет, девчуля! Чёрт, девчуля, какой зачётный зад! Всё? Стой, 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 стой. Золотые ножницы? Да, сэр. А вот теперь мы закончили это дружище. Тогда на следующей неделе в то же время? Я не сказал, да? Помнишь, я рассказывал про конкурс парикмахеров? Да, который в Нью-Йорке. Да, и они приняли меня в последнюю минуту. И они хотят, чтобы я участвовал в конкурсе парикмахеров. Я сначала не хотел. Я правда не собирался. Но они уже и билет купили на самолёт, и гостиницу забронировали. Эй, ты чего оправдываешься? Бро, это же круто. Это шикарная новость. Ты всю жизнь к этому шёл. Я просто хочу показать всем, как я умею. Честно, я прям безумно за тебя рад. Ты на сколько вообще уезжаешь? Я завтра улетаю и на две недели. Две недели? Слушай, но я вернусь, и мы сделаем в два раза больше и лучше. Лишнюю недельку потерпеть, да? Ты сам знаешь, как сильно я тебя люблю. Я тоже тебя люблю, чувак. Я больше тебя люблю. У меня одна просьба. Пока меня не будет. Не надо. Не надо ходить к другим. Ты понял? Я больше никому не пойду, кроме тебя. Потому что если я узнаю… Я ещё в первый раз урок усвоил. Я тебе верю, дружище. Хорошо. А можешь последнее сделать для меня? Да. Можешь меня в последний раз покрутить на удачу? Ещё как могу. Две недели спустя. Всё, ребят, завтра увидимся. А, да, Анвар. Займёшься этим, да? Да, я как раз собирался от парикмахера пойти. Супер. Да. Слушай, а где Джуниор? Мне откуда знать. Это твой парикмахер. Ну, бери, бери трубку. Ё, ё, как дела, чувак? Ё, бро, слушай, а ты вернулся? Потому что я в парикмахерской. Тебя не вижу. Я соберусь тебе позвонить, чтобы сказать, что я ещё на неделю сдержусь, потому что я прошёл финал, детка! Да! Можешь в это поверить? О, с ума сойти! Поздравляю, бро! Ё, Джуниор. Слушай, ты можешь меня достричь? Что-то ещё осталось? Ну, блин, мужик. С кем ты там говоришь? Не с кем, не важно. Забей. Пожалуйста, продержись ещё недельку. Обещаю, одну неделю, хорошо? Да-да, чувак, я потерплю ещё неделю. Не парься и веселись там, ладно? Знаешь, те золотые ножницы, которые ты мне подарил. Я ими пользуюсь каждый день, мне кажется, что они дарят мне удачу. И будто они напоминают, почему я в финале. Правда? Да, правда. Ты стрижёшь этими ножницами? Йоу! Эй, погодьте! Так, слушай, мне похоже бежать надо, нужно прямо бежать. Это та самая песня? Всё, давай, люблю тебя, братан. Эй! Эй! Окей, так и не забывай то, что я... Блин. Одну неделю спустя. Эй! Анвар? Привет, Диего. Вау! Я тебя еле узнал, чувак! В каком смысле? В каком? В прямом смысле? Ты видел себя? Тебя будто жизнь по всем кочкам протащила и всё, что ты говорил это... Ой! Я прям плохо выгляжу. Почему Джонни ожидает тебе так плохо выглядеть на людях? Он на конкурсе парикмахеров в Нью-Йорке. Он, кстати, в финал прошёл. Тщ, ну я надеюсь у него серьёзные причины, чтобы его клиенты так выглядели. А если бы ты ходил ко мне в парикмахерскую, я бы никогда не позволил, чтобы ты так выглядел, чувак. Так вот в чём дело. Столько лет прошло, бро. Теперь Джонни, мой парикмахер, мы счастливы. О-о-о! А кто тут несчастлив? Посмотри на меня! Посмотри, я самый счастливый человек! Твою мать! Что такое? Телефон разрядился. Так забегай ко мне да подзарядись. У меня есть одна из этих супер-супер быстрых зарядок. Потратил две-три минуты, вставил, вытащил. Да пошёл. Просто зарядка. Просто зарядка. Вау, а ты тут всё переделал. Да, всё переделал. Новые компьютеры для учёта, Apple Pay и даже новые стулья. Проходи. О-о-о! Не туда, чувак! Зарядка встроена прямо в стулья, чувак! У тебя зарядка прямо в стульях? Да! Я не буду в него садиться, бро, это неправильно. Анвар! Брось, мы же просто старые друзья. Просто присаживайся. Заряди телефон, да и всё, чувак. Просто зарядить. Просто заряди. Да и зацени, какое оно удобное. Да. Абра-кадабра. Зарядка. Электричество. Да, как тебе сидится? Как удобно? Да, они клёвые. У Джуниора как раз похожие. А у Джуниора даже зарядки в них нет, чувак. А когда ему звонят, он уезжает и оставляет тебя вот в таком вот виде. А я тот, кто звонит. О-о-о! Клёвые чувства. Да. Потому что ты на стрессе, а я могу тебе помочь. Эй, расслабься. У меня телефон на 2%, мне хватит. Эй, ты не торопись. Ты заряди телефон, тебя никто не выгоняет. Я тебе кое-что хочу показать. Ладно. Чё, ты показать хочешь? Да, это вообще новый продукт. Погодь. Ща, я тебе просто его показать хочу, ладно? Ладно. Смотри, смотри. Эксклюзив номер один в мире. Его вообще никто не видел, первый, кто его увидел. Анвар. Это чё? Кель для укладки. Не знаю, чувак, мне это кажется странным. Тем более, Джуниор бы не понял. Ну, знаешь. Джуниор бы не понял. Да брось, чувак. Не давай ему твоей жизнью управлять, мужик. Да я вам свою работу не сделал. Мы тебя просто стильно наведём. Да не управляй ты моей жизнью. Да я тебя просто стильно наведу. Я даже свои ножницы оттуда не возьму. Просто стильно наведёшь? Просто друг, который наведёт стиля на волосах друга и ничего больше. Я смою сразу как выйду от человека. Чувак, уже это и делаешь. Ситуация странная. Ладно, чувак. Но только стиль. Окей, не парься. Ты чё делаешь? А, это чтобы удобнее тебе было стильно наводить. А чё, вот так вот обязательно, да? Да, естественно. Конечно. Ладно. Возьмём капельку. Да, совсем чуть-чуть вот тут. И капельку тут. Вау. Давай снимем с тебя напряжение, мужик. Как себя чувствуешь? Хорошо себя чувствую. Потом так и будешь мне рассказывать. Как тебе понравилось. А как это выглядит? Тихо, тихо. Тихо. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Джуниор, ты приехал. Это не то, что ты подумал. Клянусь, что ты тут делал, Анвар. Я зашёл телефон зарядить и... Он сказал, что мне просто волосы уложат. И я просто протупил. И не знал, что он мне постричь хочет. Ты обещал мне. Ты говорил, что никогда так не поступишь. Я бы никогда тебе не изменил. Ну как по мне, это измена. Папа, парикмахер. Чёрт. Охрен это снова. Позволь мне объяснить. Так объясни, что это та Исавентура делал с твоими волосами прямо сейчас. Эй, ты мне что-то хочешь предъявить? Диего, заткнись. Это не о тебе разговор. Он обо мне и нём. Я весь день тебе звонил, но ты трубку не брал. Хочешь знать почему? Почему я не брал трубку, Анвар? Видишь это? Первое место. Я просто хотел приехать и сделать тебе сюрприз. Просто, пожалуйста, пожалуйста, давай. Больше ничего не говори. Я ничего не хочу слышать. Можешь ничего не говорить. Не пиши мне, не звони. Не пиши мне писем. Не пиши ватсапы. Нет, 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 нет. Нет, Джоннил. Эй, если хочешь записаться на стрижку, то добро пожаловать домой. Девять месяцев спустя. Мне нужно постричься. Это неизменно, если я сделаю это сам. Я могу сам себя постричь. Ваш парикмахер уехал из города, а вам нужно срочно постричься? Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Я расскажу, как сделать это самому. Возьмите ножницы и давайте начнем с челки. А ты не видел мой... О, бро! Это не то, что ты подумал, клянусь. Ладно, чувак, все нормально. Все, я ничего не видел. Уйди отсюда! Люблю тебя. Бро, ты что тут делаешь? Я жду Джоннилора. Что он меня постриг. Тебя сколько раз повторять? Джоннилора тут нет, бро! Он не приходил много месяцев. Как насчет попробовать кого-нибудь нового двигаться дальше? Например, этого парня. Эй, тебя постричь надо? Нет. Хочешь, я тебя постригу? Нет, он вернется. Он точно вернется. Он точно не вернется. Скажи мне, что он вернется. Не вернется. Нет, вернется. Нет, точно нет. Да, точно да. Нет, он не вернется. Он не вернется, скажи когда. Он не вернется. Вы освободились? Он не вернется. Когда он вернется? Он не вернется. Вы видите его. Когда он вернется? Пятьдесят лет спустя. Вот так вот. Хорошо. Как насчет сегодня? Может быть сегодня попробуем? Ну-ка. Нет! Ты не Джонниор. Только Джонниор может меня стричь. Вы уверены? Тебя зовут Джонниор? Нет, нет. Тогда нет! Потом попробую еще. Когда-то давно это был мой любимый трек. И мой! И мой любимый трек тоже. Ты, наверное, хотел сказать наш трек. Джонниор! Анвар! Ты-то до сих пор и не постригся? А как бы я постригся, если мы не виделись? Где ты был? О, друг, я никого не стриг много лет. С тех пор, как видел тебя в парикмахерской у Диего. Я пытался жить дальше. Я стал отцом и мужем. Но не было ни одного дня, чтобы я не думал о тебе. Я думал, что двигаюсь дальше, но где-то глубоко. Я знал то, что нет. Я так и не двигался дальше. Я даже думать не мог, что кто-то другой будет стричь мои волосы. В тот день, когда я последний раз видел тебя у Диего. Я знаю, знаю. Я видел Диего несколько лет назад в другом доме престарелых, и он во всем признался. Сказал, что он был во всем виноват. Но уже так много времени прошло. И я чувствую себя идиотом. Ты не идиот. Ты самый лучший парикмахер. И знаешь что? Ты самый лучший клиент. Эй, я всегда ношу то, что ты мне подарил много лет назад. Ты носишь с собой ножницы, которые я подарил. Они всегда должны быть при мне, если я когда-нибудь увижу тебя снова. Так что скажешь? Как в старые времена. Как в старые времена. Девушки отдыхают. Как в старые времена. Это не аксессия? И я вижу... Я идиот égal. Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. 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 Я помню, что обещал. Чёрт! Девчуля, какой зачётный зад! Девчина, давай его тебе, мать! Давай общаться! Привет, девчуля! Давай общаться! Привет, девчуля! Девчуля, какой зачётный зад! Давай общаться! Привет, девчуля! Давай общаться! Давай общаться! Девчуля! Эй, Джонор Да, чё такое, бро? В день, когда я буду умирать, можешь, пожалуйста, ты меня постричь? Хочу выглядеть отлично на похоронах Естественно, мужик, я даже представить не могу, что тебя кто-то другой постричит, кто им по хранам Даже если я сам буду умирать, то знай В свой последний день я всё равно приду, чтобы тебя постричь Субтитры создавал DimaTorzok Да, можешь рассказать, как ты собрал вот эти миллионы просмотров? Да, дружище, это на самом деле было богословение, потому что... Знаешь, когда ты что-то выпускаешь, тебе хочется посмотреть на реакцию других У меня есть хорошие друзья, комедианты, которых зовут Анвар и Джованни И они сделали скетч с треком, который я им скинул Окей Бро, это просто было вау, вызвало какой-то резонанс, когда они выпустили свои видео, а я не знал Всё просто начало собирать миллионы просмотров Это было не остановить, всё начало расти Мой YouTube, мой Spotify, мой SoundCloud Я сначала не мог понять, что вообще произошло И когда я увидел видео, оно было очень смешным Оно собрало 120 миллионов только на Facebook Так что только в этом причина, это как богословение Светлые памяти Майкла Ламана